Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Хотите – верьте, хотите – нет. Невероятные способности бездарной пианистки Розмари Браун. Сегодня наука гораздо больше отдает должное силе человеческого разума, чем раньше. Прошла эпоха, когда природа подарила миру множество гениев, но сила их разума, очевидно, все еще продолжает оказывать влияние на потомков. Лондонцы и весь музыкальный мир терялись в догадках, как некая вдова, Розмари Браун, начинающая пианистка, стала вдруг сочинять произведения наравне с великими музыкантами прошлого столетия. Ее учил играть на пианино бывший церковный органист, других музыкантов Розмари не знала. Когда умер Бетховен, он оставил незаконченными свои десятую и одиннадцатую симфонии. Какого же было удивления музыкальных критиков, когда вдова написала эпилоги к этим произведениям, да так, как будто это сделал сам Бетховен. Позже среди ее произведений таким же образом стали появляться сонаты Шуберта, Листа и других композиторов. Розмари утверждала, что великие учителя подсказывают ей ноты, направляют ее руки и опускают ее пальцы на клавиши. Каждый из них диктовал ей свою музыку. Вдова утверждала, что Лист явился ей еще в детстве, а теперь ее посещают и другие музыканты. Она поведала, что ее бабушка и мать были провидицами, и что она тоже обладает паранормальными способностями. Изучая это явление, музыканты пришли к выводу, что артистических способностей Розмари было далеко недостаточно, чтобы создать подобные музыкальные произведения. Однако, психологи заключили, что она была вполне искренней, не найдя доказательств лжи или уловки. И те, и другие соглашались, что каждое произведение было написано именно в стиле своего автора, изучив самым тщательным образом каждую музыкальную строчку. Единственной оплошностью Листа, которой явился Розмари в детстве, было пообещать ей, как утверждает она сама, сделать из нее великую пианистку. К сожалению, он не сдержал своего слова. Как рассказывала вдова, когда композиторы являлись ей, чтобы продиктовать свою музыку, они хватались за голову, слыша фортепианную игру Розмари. Многие проявления человеческого разума и деяния человека, основанные на них, тесно переплетаются со способностью видеть происходящее в другое время или в другом месте, с телекинезом, телепортацией и телепатией. Кто знает, не испытала ли то же самое Розмари Браун? Продолжение читайте на сайте josh.club